Снежники в долине реки Чола-Монго На горах Вот туда мы сегодня идём Через перевал Каюры говорят, что это будет самый трудный день пути Нам нужно сделать 25 километров перехода по сложной тропе Мы идём на перевал Дорога сложная И совершенным сюрпризом для нас является следующее Сумасшедший, который пытается преодолеть этот перевал на машинах Крутой подъём через перевал Крутой подъём через перевал Добавляем, где поднимать лошадей С таким мы, с двухгодовалом С годовалом? С двухгодовал где-то примерно Мы планируем прямо по леднику Там вырыли Это ледки Это вы на лебёдке, да? Да, и на лебёдке затянем На лебёдке, да Так Так Мы отойдём Олег, а здесь у нас стояли? На мобиле На этих станях будем отрабатывать технику подъёма Работу с лебёдками, с тросами, удлинителями А уже следом будем запускать машины Ну, в целях безопасности Потому что, на самом деле, такого никто из нас не делал раньше И даже не знаем, кто делал Вообще, опыта этого подчеркнуть негде У нас есть опыт горных экспедиций Таких первопрохождений В Тюнгуриня на Алтае В Фолариуме в первом году прошли Ну, вот это вот, как бы, ключевая точка нашего маршрута Основная Употребляющая категорийную сложность Автомобильная шестёрка Да, это автомобильная шестёрка, это точно Ну, вот, думаю, дня три здесь потратим и покатимся Я бы хотел, чтобы у вас всё получилось Спасибо Это вот послеснежника площадка, да? Нет, послеснежника, там ещё подъём А, вон, вижу, зелёнка, да? Да, зелёнка И вот за этой зелёнкой у нас закопан якорь Угу А сколько там у вас труб? Утроступ у нас с собой, там, пусками метров до 100 Ну, их надо тоже там, если блок они не проходят Ну, мы как раз будем сейчас отрабатывать На это время всё Ну, вот сейчас, здесь точка 1950 лагерь, а всего 230 То есть, меньше 200 метров осталось набора И 700 метров по прямой до вершины перевала Ну, подъём просто неравномерный, где-то он пологий, а где-то достаточно крутой, где машины сами идти не могут Тем более, что это просто опасно, необходимо страховать их Ну, вот до снежника, как бы, две машины с машиной приехали, одну немножко подкащили Ну, может, военный грузовик бандесвера Вот здесь по автомобилю 55-го, 56-го и 64-го годов Где их откопали? Мы их откопали, один пригнали из Магадана, один из Москвы, один из Кузбасса То есть, собрали по всей стране Всю зиму мы их капитарили, полностью перебрали всю трансмиссию, там, двигатели и так далее Понятно, а запчасти ж трудно не достать Что-то делают сами? Ну, сами почти ничего не делают Достать их можно Ебэй Значит, потом в Европе распродажи бандесверовские Что-то даже можно купить через дилеров Мерседес Вот, и машины, на самом деле, достаточно простые Сделаны для армии, послевоенные годы, в бедной Германии И, в общем, они сделаны на базе трактора, который был разработан для крестьян Дизель? Не, они бензиновые Две машины объемом 2,2 литра, 8 лошадиных силы Всего-то? Одна 130 лошадиных силы, и то уже двигатель заменен на более мощный Ну, вот Ну, они зато хорошо идут на очень непониженных передачах Понятно А они двух-трехмостовые? Двухмостовые, спортальные мосты с портовыми редакторами И мы установили лебедки от БТР, бронетранспортеров Там 100 метров троса входит на барабан Ну, вообще, специально готовили Понятно, да, молодцы Ладно, вы тоже молодцы Сюда они так часто группы ходят Как часочки, но как дорога Потому что такая хорошая тропа Ну, еще в 2000 году ее было видно Мы сами здесь не были, тоже по отзывам туристов Вот И она ушла, так более-менее выбирала, чтобы караваны груженных проводить Вот Мы надеемся В уголь направлении этой тропы Пробраться на Кижихем Ну, а на Кижихеме Там уже, если мы свалимся, там рукой подать Да До геологов До Аксу 55 до километра То есть 15 километров, да Ну, это через тропу геолог Давно занимаетесь? Ну, я занимаюсь этим 7 лет Вообще клуб в 11 лет существует Емкостью Тонну 300 Вот Сейчас у нас бензин практически закончился Нам бензина не хватит на выход за маршрута Это еще отдельное приключение Сейчас наша задача взять этот перевал И мы надеемся, что бензина нам хватит до Кижихем Вот Оттуда останется пешего перехода примерно 25-30 километров до базы геологов Ну, и тут разные варианты уже или пешком ходить за бензином Да Или там еще сейчас прорабатывают на большой земле там варианты с вертолеты Ходят на Аксук, чтобы они до забросили там топливо Бензином мы не рассчитали На трассе автомобиль тратит 25-30 литров Здесь расход примерно 3 литра на километр 3 литра? А почему так мало? Здесь же все-таки бездорожье 3 литра на километр, а 300 литров на 100 километров Ага 3 литра на километр Болтают 4 литра на километр Вот тут ехали Поехали 4 литра на километр Если он здесь знает две тропы Я ему показал, по которой я отшел Там еще одна тропа Все прям шарф Поляне, так что Но они вроде как мирные Да Ну да Зеребенок, как там интересно Зеребенок, как там интересно Который мы поднимаемся Практически вертикальный Мы почти на вершине перевала Осталось пройти чуть-чуть Будем сваливаться А когда посмотришь С перевала вниз Туда, откуда мы пришли Впечатление просто голоса Не верь Вон там мы видим речку Кашпеш Это ее исток Мы перевалили водораздел Терепенк Терепенк